Вокруг магия новогодней атмосферы и социально-гуманитарные классы школы 12-12 подводят итоги уходящего года. Необычные экскурсии, выездные школы, интеллектуальные игры. Узнаем, что запомнилось ученикам в этом полугодии и какие планы и мечты у них есть на новый 2024 год. В этом году у нас второй год работы социально-гуманитарного класса. Мы перевели наших прошлогодних десятиклассников в одиннадцатый класс. Они уже на финишной прямой к выпуску школы. У нас работает теперь новый второй уже в нашей практике десятый класс. Проект социально-гуманитарного класса в школе 12-12 вырос более чем в два раза. О каких-то результатах на олимпиадном пути у ребят пока говорить преждевременно, но осторожно можно сказать, что они внушают очень-очень хорошие надежды. Мы с нетерпением ждем проходных баллов по основным профильным предметам нашего класса, прежде всего муниципального этапа по истории, по обществознанию. Очень с нетерпением ждем и верим, когда мы сможем уже точно сказать и понять, насколько хорошие, насколько яркие успехи у детей в этом году. Это мой первый год в олимпиадном движении. Выход как минимум на муницип, а может быть и на регион, я еще не знаю, по обществознанию это уже как бы подвиг. Так что можно считать это успехом. Невероятный, но очень хороший результат мною был достигнут. Во-первых, регион в первом году я взял, в прошлом, в десятом, и стал призером. Таким образом, у меня уже автопроход на регион. Считаю это, на самом деле, очень хорошим достижением, если учесть, что до этого я абсолютно не знал ничего про олимпиады, просто знание было нулевое. И в этом же году, наверное, все-таки написание перечней, потому что в прошлом я их игнорировал, но разузнав побольше, в первую очередь, я был преподавателем. Я написал очень много перечней, и результаты пока еще неизвестны, но у меня ожидания очень хорошие. Помимо школы мы ходим на различные совместные мероприятия с нашим научным руководителем, например, Музей кочевых культур и Государственный архив Российской Федерации. А насчет Музея кочевых культур, мне там было очень интересно. Нам показывали настоящую одежду кочевников, настоящие места их жительства. В преддверии Нового года хочу поздравить учеников социально-гуманитарного класса и всех ребят, которые подписаны на ресурсы Ассоциации Победите Олимпиад, которые стараются и ставят перед собой цель занять призовые места на Всероссийской Олимпиаде школьников, на Печневых Олимпиадах, вообще горят олимпиадной жизнью. В общем, не потерять этот огонек, пронести этот огонек до конца, достичь своих целей. Но самое главное, не забывайте, что Новый год – это время отдыха, что самые лучшие результаты достигаются не только упорной работой, но и грамотным совмещением отдыха и работы. Поэтому, пожалуйста, я желаю вам на Новый год хорошо отдохнуть, восстановить силы, потому что после Нового года начинается региональный этап, и эти силы вам очень-очень понадобятся. С наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok